здравствуйте меня зовут екатерина заборонок и вы находитесь на канале работа с детским хором тема сегодняшнего видео это работа над собранным и звонким звуком в детском хоре прежде чем я начну прошу вас подписываться на мой канал ставить лайки это существенно продвинет видео и просто порадует меня а также приглашаю вас 7 декабря на 2 всероссийский онлайн форум посвященной работе с мужскими голосами в период мутации приглашенный эксперт виктор вадимыч емельянов итак начинаем работа над собранным и звонким звуком возвращаясь к нашему любимому виктору вадимовичу у него есть очень хорошее упражнение на эту тему как собрать звук звук становится собранным и ярким только тогда когда связки смыкаются краями они всей поверхностью или не дай боже перри смыкаются до происходит наезд одной связки на другую вот чтобы наиболее четко ощутить вот это краевое смыкание связок существует такой прием как как штробас вот эта скрипелка это самые краешки связок начинают работать упражнение то есть постепенно из скрипелки вы выводите гласную а или же очень трудно издать пересомкнутый звук или какой-то рыхлый звук после вот этого скрипения потом вы со временем переносите вот эту скрипелочку на другие гласные очень советую именно исполнять без закрытия рта а только а видите я только губы сужаю на исполнении гласных но в гортанной области в области связок я все еще исполняю букву а то есть смыкание на букву а а за счет артикуляционных изменений идут последующие гласные буквы первый прием штробас второй прием найти у ребенка звонкую гласную зачастую это буква и потому что в сознании ребенка и в принципе взрослого человека буква и она узенькая и и до буква а или о они в сознании очень такие объемные они пишут сюда о вот она же так выглядит при этом на связках смыкание идет о о да все так же как другие гласные но тут у нас еще примешивается работа сознания поэтому берите какую-то гласную которая получается у ребенка как это проверить вы гоняете пятиступенную по певочку и на просите спеть на разные гласные слышите что рыхлый голос ватный на а попробую рыхло и а вот вот вам есть уже за что зацепиться да если чувствуете и в моем опыте 90 процентов звонкая и но честно вам скажу остальные проценты прям с удовольствием отдам букве а как ни странно потому что у кого-то наоборот а смыкалась а и было очень рыхлое соответственно дальше вы делите детей на две группы одна у вас поет которую вы вычислили что и звучит и а вторая исполняет на звонкую а а все можно каноном можно чередуясь можно кто может быть знаете как кто красивей споет вот не будем термин знаете громче звонче потому что это сразу в сознание идет что надо надавить на связочки и может привести к зажиму вычислите эту гласную букву и старайтесь ее использовать в распевках с той или другой группой третий прием это добавление звонких гласных к звонких извините согласных к любым гласным да то есть если они поют то вы делаете да 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 и обязательно быстрый темп объясню почему звуковой шаблон до который они уже сформировали у них например на букве а рыхлый если вы начнете гонять распевку в медленном темпе не гонять исполнять до распевку в медленном темпе то их сознание сумеет бы быстро уловить и проконтролировать момент чтобы звуковой шаблон был повторен если вы берете и используете быстрый темп тогда этот звуковой шаблон он попросту не успевает проконтролироваться мозгом и идет хорошее пение поэтому быстрый темп честно скажу чем быстрее тем лучше у меня касательно работы над ярким интересным выразительным звуком да 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 или для гадада да 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 так да 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 быстро быстро и голос тогда связки не успевают смыкаться более плотно до более привычно. Хоть на двух звуках, если это младший хор, например, да, или если это более старший хор. Дальше, пересмыкание идет от избыточного использования дыхания. Очень хороший прием, подсказанный мне опять же Виктором Вадимовичем Емельяновым, выдыхаем весь воздух и поем на том, что осталось. Гениальное упражнение, обязательно попробуйте. Пение на остаточном воздухе, при этом нет никаких пересмыков, поскольку вы используете удобный диапазон и короткую распевку. А подсвязочное давление низкое, поэтому связки работают в довольно комфортном режиме. Все, друзья, на сегодня. Повторяю, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Это стимулирует снимать меня новые интересные видео. Ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте. Все для детского хора от Екатерины Забарона, где я делюсь полезными нотами, сборниками, мероприятиями. Буду вас очень рада видеть и до новых встреч. Всего вам доброго!